В книгах и проповедях учителей веры очень трудно найти ссылки на библейское учение о довольстве и умеренности. Напротив, они всегда говорят о том, что нормой жизни для верующего является избыток во всем. Они пишут, Опять же, избыток, они просто необходимы. Следовательно, по мнению некоторых проповедников веры, быть бедным – это прямое нарушение воли Божьей. Малоизвестный в России проповедник веры, которого зовут Роберт Тилтон, прямо называет бедность грехом. Не только беспокоиться грех, но и быть бедным грех, когда Бог обещает преуспевание. Новый дом, новая машина – все это ерунда. Все это ничто по сравнению с тем, что Бог хочет сделать для тебя. Жизнь самих проповедников веры зачастую отлично соответствует тому, что они проповедуют. Потому что они получают огромные доходы от пожертвований, от продажи книг и записи, владеют роскошными виллами, лимузинами, самолетами. Говорили уже о том, что в 2007 году началось сенатское расследование, деятельность некоторых проповедников, чтобы выяснить, не злоупотребляют ли они освобождением от налогов. Интересно, что один христианин, когда-то еще давно, в 70-х годах, написал книжку про движение веры, которая называлась «И узнают их по их кадиллакам». И, в общем-то, в этом есть определенный смысл. К поступкам некоторых проповедников веры действительно есть очень много вопросов. Например, почему они регулярно рассылают своим последователям сообщения о нуждах своих служений, если уверяют, что имеют право на финансовые благословения от Бога? Почему тот же самый Бенихин, как мы уже с вами говорили, живя в роскоши, собирает деньги на покупку нового самолета в беднейших странах Африки? Вопреки утверждениям проповедников преуспевания, Писание нигде не обещает христианам материального изобилия, тем более в земной жизни. Притча, 23 глава, 4-й, 5-й стих. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что она сделала себе крылья, и как орел улетит к небу». Луки, 12 глава, 15-й стих. «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Луки, 12 глава, 33-й, 34 стих. «Приготовляйте себе влагающе неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Более того, Писание говорит о том, что те, кто считает благочестие перед Богом условием получения материального воздаяния, Писание называет таких людей людьми поврежденного ума и чуждами истины. Замечательный стих, 1 Тимофея 6, 5. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждами истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Да, как будто из того, что мы верно служим Богу, мы получим некое материальное воздаяние. Хотя это как раз и есть то, что проповедует движение веры. Нередко проповедники при успевании упрекают нас в том, что мы проповедуем святость нищеты. Но, как мы уже с вами говорили, на самом деле мы говорим с вами совершенно о другом. Притча 22.2. «Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь». Ключевое слово в понимании нашего отношения к деньгам – это слово «довольство». Слово «довольство». «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13.5. Евреям 13.5. И опять же напоминаю вам, что молитва «Отче наш», которой Господь учил нас молиться, она содержит в себе именно эти слова. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Не дай нам хлеб насущный с котлетой, и не дай нам какой-нибудь шницель по-венске, а дай нам хлеб насущный на этот день. То самое, о чем говорил огур сына Акеев, «Нищеты и богатства не давая мне, питай меня насущным хлебом». Вот это и есть содержание наших молитв. Об этом к этому стремимся, этого мы хотим. Здоровье. Здоровье. Отправной точкой в рассуждениях проповедников веры по поводу здоровья является утверждение о том, что физическое исцеление является частью христианского Евангелия. Они говорят, что физическое исцеление входит в Евангелие. Если сегодня нет Евангелия исцеления, то нет и Евангелия спасения. Последователи и проповедники движения веры принимают это утверждение как бесспорную истину, хотя в Новом Завете понятие Евангелия или благовествования нигде не связывается с исцелением. В лучшем случае исцеления, которые Христос совершал, были видимым знаком того, что обещанное Богом царство, оно приблизилось. Евангелие от Луки, 7 глава, 22 стих. Как я уже говорил, проповедники веры ссылаются очень часто на стихи из 53 главы пророка Исаии, что ранами его мы исцелились. Совершенная правда, да, действительно Господь умер за нас. Прежде всего, очень важно иметь в виду, что Господь имел в виду не наши физические раны, а наши духовные раны. Как мы видим из первого послания Петра 2, 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, а ранами его вы исцелились. То есть Петр однозначно толкует стих из Исаии как указание на исцеление от греха. Но в то же самое время, в Евангелии от Матфея, Матфей ссылается на это пророчество, когда говорит об исцелении человека. И это тоже совершенная правда. Но как наше исцеление от греха в наше время, оно не полное, да, то есть присутствие греха в нашем теле еще остается, мы еще страдаем от него, точно так же и наше исцеление, это тоже будет делом будущего воскресения, когда греха уже с нами не будет. Христос действительно понес наши болезни. Но каким образом? Можно ли сказать, что он умер за них на кресте? Писание нигде не говорит, что он навсегда исцелил нас с единократным приношением. Жертва Христа всегда ассоциируется с искуплением от вечной погибели. Это вполне логично, потому что принять на себя чужую вину можно, а принять на себя чужие болезни никак нельзя, можно только заразиться за компанию. Одно возможное объяснение заключается в том, что немощи и болезни, о которых говорит Исаия, были частью наказания мира нашего, которое Господь понес на себе в земной жизни. Он принял на себя скорбь со всеми присущими ей слабостями, но не грехом, чтобы прожить человеческую жизнь на земле. Господь понес самым телом своим на себе все лишения и испытания человеческой жизни. Ну или мы можем связать это с конкретными исцелениями, которые Господь совершал и продолжает совершать в ожидании того момента, когда наша плоть будет окончательно искуплена. Писание подтверждает, что христиане могут болеть. Послание к Галатам. Мы говорили с вами уже о том, что апостолы Павла были проблемы со зрением, и он благодарит Галатов за то, что не готовы были глаза свои отдать и отдать ему. Галатам 4 глава 12.15. Второе Тимофею 4.20. То же самое. Апостол Павел изображает исцеление проявлением милости Божией. Филиппийцам 2 глава 25.27. Вспомните, когда апостол Павел пишет Тимофею, который страдал от разных проблем со здоровьем, он не пишет ему, Тимофей маловерный, молись больше или исповедуй свое исцеление. Он говорит, что впредь употребляй не одну только воду, а и немножко вина ради частых твоих болезней. Но проповедники веры твердо стоят на том, что болезнь человека противоречит воле Божией. И в сочетании с учением о позитивном и негативном восповедании, это приводит к тому, что они просто игнорируют болезненные симптомы. Например, Хейген пишет, все симптомы в моем теле кричали, у тебя этого нет. Я просто твердо стою на том, что говорится в слое Божьем о моем исцелении, и продолжаю провозглашать, что я исцелен. Результаты наступят. Некоторые извратили это учение, полагая, что я говорю людям отрицать симптомы и жить так, будто их нет. Но мы не отрицаем боли другие симптомы, потому что они реальны. Вместо этого мы смотрим сквозь них на обетование Божие. На самом деле особой разницы здесь не видно, не проявляется. Или вот, например, такое высказывание, о котором мы говорили немного раньше. Например, у вас приступ аппендицита. Говорите во имя Иисуса и запрещаю аппендицит. Теперь забудьте об этой проблеме. Боль еще есть, но вы уже помолились, запретили, и боль не имеет выбора. Уйдет рано или поздно. К сожалению, для многих людей она может уйти вместе с ними самими на кладбище, потому что перитонит страшная штука, которая требует немедленного врачебного вмешательства. Проповедники веры говорят, что они не отрицают традиционную медицину, но беда в том, что подобные заявления могут удержать человека от того, чтобы обращаться к врачам как раз на те самые критические несколько часов или дней, которые необходимы для того, чтобы получить своевременное медицинское вмешательство. Время от времени выясняется, что человек, который был чудесным образом исцелен на каких-то собраниях движения веры, он остается больным. Более того, его болезнь прогрессирует. Что в таком случае говорят проповедники веры. Хегин говорит, что исцеление нужно не только получить, но еще и удержать, иначе оно уходит. Когда люди находятся там, где вера высока, там, где массовая вера, и где действуют дары Духа Святого, исцеление принять сравнительно легко. Однако, когда все эти люди оказываются сами, то есть наедине с собой, к ним приходит дьявол с фальшивыми симптомами. У людей нет основания веры, и дьявол вновь налагает на них то же самое. Они были в порядке до тех пор, пока не попадали домой, а через две или три недели их исцеление исчезло. Почему они теряли его? Потому что они не знали о своей власти. Они не знали, как удержать то, что у них было. Поэтому они не пытались проявить власть. Или же, если они что-то говорили, то они говорили не то, что нужно. Опять же, все сводится к тому, что они не так исповедовали или не использовали власть, которая у них была. Некоторые последователи Хейгена доводят эту мысль до абсолютной крайности. Они говорят о том, что исцеленный человек, проявляя сомнение о своем исцелении, он заново создает болезнь в своем теле. Если в это время человек вслух выражает свои сомнения по поводу полученного исцеления, он фактически начинает сомневаться в Боге, чем подтверждает свое согласие с дьяволом. Если человек исповедует болезнь, она обязательно вернется. Этим вы исповедуете болезнь. Ваши слова что-то создают в духовном мире. Ваши слова уже создали опухоль в духовном мире. Если Бог не придет, если вера не придет, чтобы уничтожить ваше исповедание, вы увидите, что у вас опять появится опухоль. И опять же, я думаю, что проповедники веры это не имеют в виду, но кто-то может столковать ее как поход к врачу, как проявление неверия. То есть, зачем проверять, если Бог тебе уже исцелил? И, соответственно, если вдруг потом выяснил что-то опухоль на месте, значит, веры опять не хватало. То есть, во всем опять виноват сам человек. Между тем, характерной чертой всех исцелений, которые совершал Господь, всегда была их необратимость. Вспомните хотя бы одно исцеление, которое Господь совершил, которое потом повернулось спать, и человек опять заболел. Да, он действительно говорил, иди не греши и боль, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Но даже в этом случае человек все равно оставался исцеленным. Хотя далеко не все эти люди потом ходили вслед за Христом. Далеко не все эти люди потом... Мы даже не знаем, какую жизнью они жили. Господь говорит просто не греши больше. Те же самые 10 прокаженных, из которых 9 никогда не вернулись, чтобы Господа благодарить, нет ни малейшей причины считать, что они остались прокаженными, или проказа к ним вернулась. Господь исцеляет навсегда. Учение движения веры, по сути, заменяет веру в целителя, верой в исцеление. И поскольку в таком понимании исцеление зависит от человека, оно ненадежно по определению. Надежно незыблемо лишь то, что своим гарантом и источником имеет Бога, который не изменен и который все делает навсегда. Ну и, соответственно, учение о гарантированном исцелении вызывает этические вопросы. Если, как говорит Хейген, если бы во всех больничных палатах только знали, как воспользоваться силой, которую нам дает Бог, этой формулой веры, то они все могли бы использовать и были исцелены. Возникает вопрос, почему Хейген и его последователи чаще всего идут не в больничные палаты, где люди умирают от рака, а едут на стадионы, где они могут собрать большие пожертвования. То есть не туда, где люди больше всего в этом нуждаются, а туда, где люди могут больше всего им дать. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok